Пятый акт антракт Опять писатель? Он же? Чё? Кого? Где у него телефон? А, вон. Это он? Нет, это не он. Где у него телефон? А, вот. Алло, это Эван? Привет. Не, не так. Привет. Это... Ты говорил с моей паперью? Она сказала мне позвонить тебе. Сказала, что ты хотел поговорить. Насчёт маньяка в маске, да? Да, честно говоря, я не думал, что ты позвонишь. Ну, если у тебя есть время, я очень хочу выслушать твою историю. Время у меня есть, но оно тебе недёшево обойдётся. Видишь ли, мне нужен билет на самолёт. Я знаю, что это дорого. Но я уверен, что тебе это окупится. Договорились? Ну, ничего не могу обещать, но... Если история хотя бы наполовину такая интересная, как ты говоришь, я попробую помочь, хорошо? Хорошо. Так, с чего мне начать? Начни сначала, я хочу увидеть полную картину. Ладно. Всё началось со странных сообщений на моём автоответчике. Сначала они были довольно простые, меня просили сделать то или иное. Небольшие поручения, типа, звонить на левые номера и оставлять непонятные сообщения. Ходить по городу и рисовать в определённых местах знаки. Знаки? Да, круг с тремя линиями поперёк. Конечно, я не делал того, что они мне говорили. Подумал, что это розыгрыш. Через какое-то время сообщения стали угрожающими. Однажды утром я прикоснулся и обнаружил, что кто-то сжёг мою машину. Проснулся. Проснулся и обнаружил, что кто-то сжёг мою машину. И на моём автоответчике было сообщение, что мне лучше начать слушаться. Или начнутся проблемы. У вас одно новое сообщение. Привет, это Сьюзан из похоронной службы Майами. У нас сегодня с вами назначена встреча. Похороны Розы Берг. Подходите, когда вам будем тут угодно. Мы открыты весь день. Наш офис находится на 139-й улице. Ту-тип. А, такие же сообщения, как выдавали чуваку из первой части. Доброе утро, мама. Доброе утро, дорогой. Что случилось? У тебя расстроенный вид. Да ничего. Нормально спала? Сделать тебе завтрак. Я не голодна, дорогой. Знаешь, мне приснился очень странный сон. Ты сидел на острове рядом со своим отцом. Вы оба молчали и смотрели в море. Всё выглядело так мирно, но что-то будто нависло в воздухе. Вот-вот должно было случиться что-то плохое. Что-то плохое? Я не знаю. Не могу вспомнить, что произошло. Может быть, всё было не так уж и плохо. Слушай, мам, я недолго уеду, ладно? Я приготовлю тебе обед, когда вернусь, хорошо? Хорошо, дорогой. Я всё ещё чувствую усталость. Наверное, я немного вздремну. Это, наверное, так называемый сын. А! Точно! Детектив же к ней приходил. И вещи забирал, точно. Это он и есть. Капец, они перезамутили тут. Непонятной херни какой-то намутили. Что, мне снова на остановку? У тебя машины нет? Бамжарик! Сказал человек, у которого нет машины. 17-я сцена, первая кровь. По-моему, в прошлый раз тоже была 17-я сцена. Что-то я уже сбился. Со счёту? Оу. 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 О, мой гад. Фук. А вот это круто! Чего? А, это я убивал, что ли? А я уже тыкаю R, думаю, ну все. Конец мне. Вау. Вау? Вау. 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 Так, окей. Выходите. Окей, ворвался. Вот это было жестко. Мне даже понравилось. Ну, по-моему, слишком много огнестрела здесь. Факт, не хватил патронов. Окей. Вот нормальные комнатки, в которых все видно. Видите, проходятся как. Вообще отлично. А, дерьма. Илья, где вот был твой прицел? Твой прицел был в заднице. Я не могу прицел навестись. Прицел навести, в смысле. Ах ты, сраные патроны. Вау. Так. Мне надо, чтобы меня не заметили здесь. Так. Не видеть, не видеть, не видеть, не видеть, не видеть. Это все? What the hell? Вы серьезно? После всего того, что мне устроили, вы закинули такой изи левел? Ну вот видите, вот такие левела были в Hotline Майями. Я спокойно их прохожу. Если сейчас будет A+, я просто... Да не удивлюсь даже. Сейчас, смотрите, D-. Я такой... Если будет D-, серьезно, и все, я удаляю эту игру. Серьезно, я удаляю эту игру сразу. Просто вот сразу. Сразу удаляю. Нахер. Со своими D-минусами идите, знаете, куда. Здесь надо действовать четко и быстро, судя по всему. Судя по количеству очков. Си, ну ладно, си, ладно, сойдет. За три минуты все прошло, какая разница. Главное не D-минус. D-минус. Иди в минус. Окей. Что дальше? Можно разбить телевизор у себя дома, подумаешь? Мама, что ты тут делаешь? Я так проголодалась, что решила перекусить. Знаешь, я ведь могу о себе позаботиться. Не беспокойся так обо мне. Ты же знаешь, что врач сказал тебе поменьше двигаться? Мне все равно, что сказал врач. Я еще не умерла, у меня еще есть силы бороться. 1932, 10 апреля 1989 года. Майями, Флорида. Окей. То есть нам сейчас будут про него показывать? Или это будет одна большая сцена про него? Мама, мне нужно ненадолго уехать. Ох, что-то срочное. Я надеялся, что ты поможешь мне принять ванну, и я слегка замерзла. Извини, мама, я помогу тебе с ванной, как только вернусь домой, ладно? Я понимаю. А куда ты идешь? Снова собеседование? Я уверен, что в этот раз тебя возьмут. Не спеши надеяться, мама, найти работу нелегко. Ты такой умный молодой человек, они тебя с руками оторвут. Не волнуйся, ты все равно что-нибудь найдешь. Да. Ну, мне пора идти. Я постараюсь не задерживаться, хорошо? Беги, дорогой, нехорошо опаздывать. Не волнуйся обо мне, я могу сама себе позаботиться. Че, опять? У вас одно новое сообщение. Привет, это Эндрю из Package Express Shipping. Ой, фак. Пропустил. Возможно, груз к рубке, поэтому обращаться с ним надо осторожно. Не опаздывайте, не забудьте надеть форму. Форму. Окей, я уже веду. Вам какую? Чулки и туфли на высоком каблуке? Или можно просто на соски чё-нибудь наклеить? 18 сцена. Демолишн. Сравнение с землей. Демолишн. Уничтожение. Так. Чё будем делать? Фак. О, чёрт! Ха? Ха? О, чёрт! Та-да-да! Окей. Фак. У меня похоже, знаю, что мне надо сделать. Мне надо отобрать у этого говнюка пушку и забить ею вот этого мудака. Ну, на самом деле, он только представляет угрозу. Вставайте. Даблкил. Иди сюда. Фак. Фу-у-у-у-у-у! Так, ну лучше взять эту, наверное, всё-таки. Ну, конечно, здесь... Так, идите сюда. Ох ты, ёптыть! Что? Ладно. Не знаю, зачем так было делать. Нихера их разрубает! Ах ты, тварь! ЧТО? Я не знаю, зачем так было делать. Где собачка? То есть мне этого мудака никак не убить? Обалдеть. Так, ладно, попробуем тогда пистолетом. Это Unreal. Так, окей. Да как же так-то? Собачка, собачка, иди ко мне, собачка. Фак. Ха. Обалдеть. Сколько их там? Сколько, сколько их там? Фу. Фу. Я даже не знаю. Так, ладушки. Мыслим стратегически. Промахиваемся по собаке. Я еще не успел выйти из лифта, как этот дебил сразу уже выползает. А если так? Нет, так не получается. Ну, окей. Божественный рендом. Давай, собачка, вот только выйди, и я тебя приходую. Да что за бред-то, собачий? Действительно, собачий бред, потому что я бью эту срань. Ну, зашибись. Отлично. Ах ты, ёпты. Так, собачка сейчас придет. Не получается у меня перехват быстрый. Ну, ахереть. Я не могу так быстро. Обалдеть! Издеваешься? Фак. И собака не убивается в проеме. Вы, 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 это... Верите, нет? Вау! Я не туда хотел. А, то есть это как бы... Понятно. Я подумал, что это ящики, которые можно обойти, и за которыми видно. Ясно, понятно. Давай собачку. Сейчас этих будем по одному убирать тогда. Я не знаю, как они так неожиданно меня видят. Ну, вот это... Конечно, капец. Нормально зарубил. И вас уже зарубил, сеньор. Сдох. Нормально. Спасибо, что сдох. Есть что по патронам? Есть. Нормально. Так, кто здесь? О, фак. Отлично, сработала. Реакция! Реакция, спасибо, что ты есть! Спасибо! Спасибо! Давай, сунься! Кто еще остался? Кто? Где? Что? Вы кого-нибудь видите? Но... Но все же мертвы! Игра! Что? Он там был? Круто. Охереть, да? Охерительно, да? Охерительно! Ну, я мертв. Отстой. Ну, как же так-то? Охереть тайминги. Второй увидел. Что может быть лучше? Отличненько. Нет! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ну, просто вот... Ну, просто вот... Фух. Там был враг... О, господи, ни хера себе он спрятался! В трупах. Замечательно! О-о-о-о! Я заразредил-то сейчас как, а? Зашибись! 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 Надо было радоваться! Зашибись! О, господи, сколько вас там, а? Как же они набегают, а? Фак. Ах ты, боже мой, а. Не хочу я огнестрел. Ну вот мне надо успеть, пока этот ходит, иначе... А теперь я за меня убил. Обалдеть. Мне просто не хочется играть теперь. Ай, баллсор. Вот ему насрать вообще. О, боже. Почему он постоянно берет ненужное оружие? Где он? Отлично. Так, куда заходим теперь? Окей. Так, вот здесь один музила стоит. Найс. Ну, это просто бред какой-то уже начался. Так, есть, Чопа? Девайсом есть? Есть. Есть. Вроде все норм. Используем патроны до конца, и все будет отличненько. Сдох. Найсова. Кто еще остался? Еще толстопузик остался. Фак. What? А, фу. Я тут думал, я что-то сделал, не то. Окей, я просто сдох. Но вот это была тупость. Вот это была тупость. Что вы делали, Динатман Геймс? Я без понятия. Но они что-то делали. Они что-то сделали, да. Ну, вот видите, на таких уровнях я почему-то бью. Левел скор. А на проснике что-то не могу. Би-майнус. Окейшки. Где маманя на этот раз? Блеванула, что ли? Ладно. Ты вану так и не поняла, что ли? Еще и смердит, наверное. Не, ну она просто выживет, как бы, а сынок-то сдохнет, видимо. Так что. Можно, надеюсь, поглумиться? Она жива еще. Мам, вообще, выдумки персонажа, может, поглумиться, сколько захочешь. Мам, ты меня слышишь? Вот ты где. Наверное, я потеряла сознание. Я собиралась принять ванну, а затем... Я не помню, что произошло. Ты в порядке? Хочешь, что я вызову врача? Нет, пожалуйста, не надо. Поверь, я в порядке. Просто замерзла и устала. Утром буду как огурчик. Ты уверена? Ты не очень хорошо выглядишь. Я уверена. Я бы хотел немного поспать, если ты не против. 17.25.23.1989 год, Майами, Флорида. Зачем мне знать, собственно говоря, об этом? Когда, че? Какое? А, точно. У вас одно новое сообщение. Привет, это Дэн из магазина Цветы Яросада. У нас есть для вас работа. Нужен садовник в пригороде. Уютный старый дом на 66-й улице. Найти будет нетрудно. Все довольно просто. Вы сразу поймете, что делать. Оденьте рабочий костюм и выезжайте. Все? Мне даже на верх не надо идти? Нет, надо. Ты опять уходишь? Ты бы мне рассказал, если бы у тебя были неприятности, правда? Не волнуйся, мам. Я просто иду в бар, чтобы встретиться там с другом. Это же замечательно, сынок. Блин, я слово нажал случайно. Я что-то волновалась она там. Может, как-нибудь пригласишь своего друга в гости на чашку чая? Давненько у нас не было гостей. Да, возможно. Нет, он сдохнет. Как и все, кто здесь были. Все сдохнут. Потом и кажется, что на самом деле маньяком каким-то был там, которого еще полицейский был писатель или еще что. Девятнадцатая сцена. Звонок на дом. Так, что здесь у нас? Потрясающе. Уже нравится. Найс. Я перезапустил игру. По-моему, у меня музыка сменилась. Я не знаю. Так. Воу, тут здесь зеркала, зеркала, зеркала. А, в смысле стекла. Собачка, привет. Коза. А как мне к нему забегать? Я что-то маску у него не пойму. Че у него за маска-то? Конечно, баг был замечательный. Так. Как мне это дело проходить? Ну, как-то мне повезло. Вау. Привет. Холли и щит. Че я сейчас прошел? Даже не заметил этого. Как они встали в друг дружке. Замечательно. Так, а теперь... Выходи по одному. Нормально, че. Мне понравилось. Быстро зашел. Убрал всех нахер. Ха-ха. Соснули. Ой, привет. Мамочки. Фак. Фак. Все? Все, закончились, да? Нет, тут еще были двое. Где еще народ? Ой, да вы все тут такие масюсенькие. Ну, не масюсенькие, но... В смысле? В таких комнатках? Ну, как же так-то? Ах ты, тварь. Я труп. Я в него ни разу не попал, да вы изеваетесь. Не успел. Как я могу прокинуть сквозь стекло? Неважно, как я могу прокинуть сквозь стекло. Вау! Да блиин! Еще один эпизод, где просто тотальный рандом творится. What? Ладушки! И что мне делать теперь? Нормально. А, я его уже убил. Реакция у тебя говеная. Здорово, ребят. Уууу! А что такое? Ой, я по-моему... Уходи из моего дома! И что бы! Ни одной! Твоей дебильной вещи дома не было, ублюдок! Это было сравнительно легко. Сравнительно. Я не понимаю, что у него... Что за маска у него? Крыса это? Просто мне говорили, что у меня будет бомбить в комментах от... От того, когда я буду играть за крысу. Это крыса или нет? Нет, если это крыса, то что-то у меня как-то не бомбит. Видимо, это не крыса. Си-пласс! Фак ю! Нормально я проходил. Чего вы врёте? У меня всё... Секундочку, я принесу другой блокнот! А! Точно, он же рассказывает всё это по телефону. Так. И что мы делаем? А, это всё. Хорошо, я вернулся, продолжай. Итак, сижу я там, жду, пока начнётся процесс. И, поверь мне, время движется медленно в заключении. Однажды ко мне пришли. Окей. Продолжение следует...